27 июня 2018 года Государство прижимает и прижимает всё больше и больше людей. И самое главное, государство решило грабить, как бандит на большой дороге, пенсионеров, тех, кто слабее. А кого же ещё грабить? Детей, подростков и пенсионеров. Средний возраст он немножечко может и зубы оскалить, хотя и этого практически не происходит, однако же может. Поэтому пенсионеров в самый раз. Я недавно сделала ролик о том, что петербуржцев и москвичей собирается выселять из Москвы, а народ злорадствует. У нас так любит народ злорадствовать москвичам, завидуя и петербуржцам, что их будут выселять из Москвы. Ну а кого будут выселять? Как вы думаете, в первую очередь? Ну, конечно же, пенсионеров. А кого же ещё? Самый слабый слой населения. Поэтому пенсионеров и будут выселять. Но зато, наверное, те, кто злорадствует, будут радоваться тому, что пенсионеров выселят в совершенно непригодные для жизни деревни, где нет ничего. Ни медпункта, ни кассы, где можно снять денег, ни магазина. Вообще ничего нет. Может быть, будет стоять ларёк для водки. Где будет продаваться водка? А что ещё нужно пенсионерам? Ведь за вас государство думает. И оно решает, как вам жить. И если государство решило, что вам нужно пить, то будут поставлены ларьки с водкой. А продуктов зачем выращиваете на грядках пенсионеры, которые сгибаться уже не могут от старости? И вот в ответ такому хамству государственному, если можно, конечно, назвать это государством, вообще-то это бандитизм. И вот такому бандитскому хамству решила бросить вызов петербурженка. И она хочет отказаться от пенсии и оставлять 22% отчислений себе, пока ещё не поздно. Пока она может на эти деньги прожить. И прожить неплохо. Зачем ей 22% от своей зарплаты сегодня отчислять тем, кто нацелился своровать её деньги? И она это знает. Если вы спокойно это воспринимаете, значит, вы согласны с тем, что вас обворовывают, что у вас забирают эту самую пенсию. А вот жительница из Петербурга оказалась наиболее смелой. И она считает, что россияне не должны платить налоги на пенсию, до которой, вполне вероятно, они не доживут. Но умница, я поддерживаю её умница, жительница Петербурга Мария требует от властей собственной пенсионной реформы. По её мнению, россияне не должны платить налоги на пенсию. Ведь понятно же, что до такого возраста многие не доживают. Есть статистика, которой нужно следовать. Ну и в связи с этим, женщина хочет вполне правомерно оставлять себе эти деньги. Должна быть возможность отказаться от обязательных накопительных взносов по желанию сотрудника. Пускай работодатель выплачивает 22% человеку, помимо его заработной платы, на накопительный счёт. А многие, конечно, могут распорядиться этой суммой лучше и обеспечить свою старость сами уже сейчас и знать, что деньги у них есть. Но правильно, вы посмотрите, сколько вы должны будете получать на свою пенсию столько лет, и это всё уже своровано. Тогда понятно, что лучше эти деньги оставить себе, а не давать воровать. Явным ворам заведомое воровство, на которое, ну зачем соглашаться? Горожанка создала даже в сети петицию. Но, правда, результаты пока не очень сильные. 500 подписавшихся. Однако, недовольных грядущей реформой и повышением пенсионного возраста гораздо больше. Петиция Общероссийского объединения профсоюзов набрала уже 2,5 миллиона подписей. Организаторы электронного протеста обещают властям и реальные акции. КПРФ и партия Роста хотели устроить в Петербурге митинг, но согласование внезапно отозвали. Но напомню, что в середине июня правительство внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому пенсионный возраст в России увеличился до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин. А вот теперь давайте посмотрим в Фейсбуке вот такую публикацию, видеопубликацию, где пенсионерку, явную пенсионерку, ну просто явную, ее издевательским образом продержали на жаре. Пенсионный мой, я ей показала проездной, она говорит, давай этот, ну что ты на пенсии. Я дома его оставила в другой сумке. В микроавтобусе продержали на жаре 30 градусов. Говорю, посмотрите, ноги больные, оба запинтованные. Я говорю, выходи тогда. Я говорю, ну мне тяжело идти, я вот доеду, я вам покажу всегда этот, есть у меня пенсионная. Они взяли, людей высадили, меня закрыли, и вот уже не знаю сколько времени. Час, а пенсионерка с больными, перемотанными бинтами, ногами, ей стало плохо, а продержали почему? У нее имелось с собой проездное удостоверение на руках, где была ее фотография. Проездное, бесплатное, положенное для пенсионеров. Однако же пенсионное она забыла. Но надо сказать, что многие не носят с собой пенсионное. Этой карты проездной достаточно, чтобы не носить с собой еще и пенсионное. Потому что если пенсионерка потеряет вдруг один документ, то у нее есть второй дома, по которому она может пойти и восстановиться. А если она потеряет, сумку забудет, стащит сумку у пенсионеров. Это часто бывает. У слабых воруют. Те, кто посильнее. У нас же мужчины такие бравые, которые могут вырвать сумку у пенсионерки и на этом быть счастливы. До седьмого пота они же работали, они же зарабатывали деньги, вырывая сумки у пенсионеров. И женщина забыла, и ее мучают, ее какие-то сволочи, извините, мучают. Сволочи мучают, мерзавцы. Я не знаю, как их можно назвать, таких людей. Это было явное издевательство. Разговор, видимо, не шел о том, что они ей не доверяют, и что они не верят, что у нее есть пенсионное удостоверение. Есть. Но они хотели заставить ее заплатить. То есть, чтобы пенсионерка, скукожившись на жаре, когда ей станет плохо, она возьмет и отдаст им последние свои 30 рублей. Говорю, у меня нету, вот только проездной. Они закрыли меня, людей высадили. Говорят, платье. Я говорю, да у меня даже денег сейчас с собой нет. У меня вот две остановки, приеду. Я им показала ногу. Заплатят за этот самый проезд. Они добивались лишних денег за проезд и ничего больше. За 30 рублей ее держали на жаре, но у нее не было ни копейки денег с собой. Она, может быть, и отдала бы, и не стала бы подвергать себя риску здоровья и унижения, такого отвратительного, мерзкого унижения. Но она не смогла им заплатить. У нее просто не было денег с собой. До чего же мы дошли? Слушайте, это ведь не чужие люди. Это ведь какие-то самые обыкновенные люди. Ваши сыновья, дети. Именно они остановили ее, чтобы вытащить у нее несколько десятков рублей. Это же копейки. И за эти копейки они издевались над ней. Они издевались до такого состояния, что ей пришлось вызвать скорую помощь. Женщине стало плохо. Приехала скорая помощь. И якобы Следственный комитет подключился к этому делу. Но будет ли Следственный комитет разбираться? Зачем ему пенсионеры, которые завтра умрут? Я думаю, что, скорее всего, они не будут заниматься проблемами пенсионерки, ее оскорблениями в ее адрес. Они ничем не будут заниматься. Они не будут заниматься издевательством над пенсионеркой. Но они не думают, эти жестокие люди, которые встретились с пенсионерки на пути, что совсем недалекий век, когда они станут точно такими же, как эта самая пенсионерка. И дай Бог, чтобы им аукнулось, чтобы откликнулось им бумеранг, их зла прилетел бы им в обратку. И таким людям нужно быть только нищими. Они не должны жить хорошо. За свои 30 серебряников, которые они вымогали у пенсионерки, они должны остаться нищими. И я надеюсь, что бумеранг сработает. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.